В Краснодаре прошло расширенное заседание Краевой антинаркотической комиссии. Мероприятие провел вице-губернатор Николай Далуда. В режиме видеоконференции в нем приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, главы городов и районов, представители учреждений образования, здравоохранения, культуры. На заседании обсудили результаты деятельности муниципальных антинаркотических комиссий за первое полугодие 2019 года. Как отметили на совещании, количество потребителей психоактивных веществ в крае составляет более 33 тысяч человек. Большинство из них – потребители алкоголя, свыше 25 тысяч человек. Порядка 8 тысяч – зависимы от наркотиков. Вице-губернатор Николай Далуда обратил внимание, что наибольшее число тех, кто связал свою жизнь с наркотиками из взрослого населения, зарегистрировано в Краснодаре и Сочи, а также в Обширонском, Ейском и Отрадненском районах. Острая ситуация с потреблением наркотиков в городах и районах края требует от муниципальных антинаркотических комиссий более тесного взаимодействия правоохранительных органов и органов власти, подчеркнул заместитель главы региона. В Славянском районе ситуация с распространением наркомании стабильна и держится на постоянном контроле руководства муниципалитета. По итогам первого полугодия сотрудниками полиции было выявлено более 60 фактов незаконного оборота наркотических веществ. По итогам шести месяцев от 2019 года отделом МВД России по Славянскому району зарегистрировано 64 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это что на два преступления больше, чем аналогичный период прошлого года, из которых связанных с незаконным сбытом наркотиков, четыре преступления, связанных с незаконным культивированием наркотика, содержащих растений – одно преступление, организация содержания притона – одно преступление. По итогам ЧИЛУ данные дела были расследованы и направлены в суд. Из незаконного оборота изъято 824 грамма наркотических средств. На заседании антинаркотической комиссии также прозвучали цифры по подростковой наркомании. Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте за употребление алкоголя, наркотических и токсических веществ удалось снизить. В начале года в числе трудных подростков был 241 человек, сейчас – 205. В нашем районе в группе риска состоит 63 несовершеннолетних. Это те, кто хоть раз был замечен в употреблении алкоголя или табака. Употребляющих наркотические средства у нас нет. У нас всё-таки ситуация меняется к лучшему. Подростков несовершеннолетних, употребляющих наркотики, уже много лет у нас нет. Но, к сожалению, с алкоголем дело не так благоприятно обстоит. Алкоголь у нас дети пробуют, и начинаются эти пробы лет с 10. Те, кто попробовал несколько раз и попадался, и протоколы были составлены, мы, конечно, берём на профилактическое наблюдение. Срок на год, ежемесячно их вызываем, беседуем, при необходимости лечения проводим. А те, кто впервые в жизни не попался, те, до кого мы достучаться не смогли, что этого делать нельзя, тех берём под наблюдение в группу риска. Вот на профилактическом учёте у нас 4 человека. На заседание особое внимание уделили организации профилактической работы. На территории края за полгода среди несовершеннолетних было проведено около 6 тысяч антинаркотических мероприятий. В рамках Международного дня борьбы с наркоманией в крае, во всех муниципальных образованиях, в том числе и в Славянском районе, прошли массовые мероприятия. Участники заседания также обсудили планирование профилактической, антинаркотической и антитабачной работы на новый учебный год. Участие в этой работе сотрудников полиции, врачей и наркологов. Эта же работа ведётся на Кубани, в том числе и благодаря нацпроекту «Демография». Напомним, в его рамках разработан региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни», включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Благодаря реализации проекта планируется к 2024 году увеличить долю граждан, которые откажутся от потребления алкоголя и табачных изделий. В завершении заседания Николай Далуда призвал глав районов взять на личный контроль проблемы, влияющие на наркообстановку в муниципалитетах. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...